Ты сам придумал испытание? Я есть грудь! Мы сходим друг к другу, и завтра я выхожу замуж. И ты начинаешь задумываться, и в чем же был смысл? Вот она, мистика и магия, человеку не дано ее понять. Для просмотра этого фильма нужны триггеры рыцарей, мистика и фэнтези. В местами атмосфера фильма напоминал замок графа Дракулы, где немцев улыбается, чересчур такие гостеприимные постоянно говоря «куши, это улучшит твой кровь, давай не бойся, здоровье это важно», а ночью отсасывают по полной лицемерные вампиры. Есть отдельная категория людей, образованных, румных, способных во всем разбить смысл, и чтобы казаться еще умнее. Способны объяснить его, даже если сами ничего не поняли, ладно, давай по-простому. Легенда о зеленом рыцаре, сценариста и режиссера Дэвида Лоури – удивительная сенсенция образов, переплетающих в единое тело и образующих особую мертографическую магию. Из метафор и символов экранизации и дотационной поэмы икса имя века, если верить гуглу, то это с 1301 по 1400 год по юлианскому календарю. Сэр Гавейн и зеленый рыцарь за авторцем Лоури имеет целый ряд существенных достоин способных возвести картину статус культовый, но все же дотянуть рыцаря до чувственности шедевральной истории призрака не позволяет его чрезмерная претензиозность, что в периоде означает до хрен его знают о чем этот фильм, или столковать его смысл можно по-разному. Я правда пытался понять скрытый смысл этой истории фильма, но нет его там. Все просто, бессмертный придурок считает забавным что нет разницы между течением его бессмертной головы и отсечением головы смертного. Типа все с физической точки зрения происходит одинаково замах топором, голова падает, вселенская жизнь продолжается, мир не переворачивает сверху вниз, какая разница вечно жив или вечно мертв. Наш герой с этим согласен, но догадывается что есть подлог. Средневековая история покрытая мистикой и тайной, рыцарь без круглого стола празднует в замке и куда вдруг заявляется загадочный зеленый рыцарь верхом на коне и предлагает принять его вызов. Любой из присутствующих любой из присутствующих может нанести им удар в любое место, но через год один день он должен будет встретиться с зеленым рыцарем зеленой часовни в девяти днях пути на север и принять удар в ответ. Ох уж эти забавы, молодой серый Гавейн племянник и единственный наследник короля вызывается на поединок. Король уточняет у него, правильно ли он понял правила, что ему можно нанести один удар в любое место, да хоть просто царапнуть пятку. А через год с ним то же самое повторить зеленый пень. Гавейн полной чести и отваги соглашается поучаствовать в этом забавном конкурсе. Зеленый рыцарь в восторге отправляется в свою часовню, чтобы подождать год до прихода Гавейна, но спустя год Гавейн начинает сомневаться, что он человек чести и родился для подвигов, но король его быстро успокаивает, показав, что всегда может быть хуже и еще есть куда падать. В общем, я так и не понял концовки, у главного героя был поезд, защищающий его от физического урона. Он представил свое будущее, если не снимет поезд и убежит. Разрассадывавшись, с таким будущим он снимает поезд и готовится принять удары. Вот мне интересно, действительно ли этот поезд был способен защитить? Или он просто усиливает инстинкт самосохранения «Беги, спасайся, прячься»? Один лорд искал приют, как ты. Лорд хотел возлечь со мной. Я бежала, но он отрубил мне голову. Госпожа, ты настоящая или же дух? А какая разница? Мне нужна голова. «Беги» Продолжение следует...